знать путь и пройти его это совершенно разные вещи совершенно разные ну посмотрели вы на карту а вот он путь вот она простая прямая тропа 5 километров что такое 5 километров 5 там на 10 минут до пешеходная скорость и все и ты такой сейчас я через пять пятьдесят минут выпускать 20 минут я спокойно пойду погуляю и пройду этот я же его знаю я же знаю этот путь 15 на 5 километров вы надеюсь сколько там 5 мы посчитали 20 минут на 5 километров 100 минут 1 час 20 1 час 40 минут все я там будут выходишь оделся такой кроссовки все дела побежал рюкзачок не взял тебе не взял энцефалитку не взял ничего не взял перцы не надел конечно кроссовки одел ты же не знал что у тебя эти километры по пересеченной местности карта перри периода хотел сказать слова такой перри и а власть ну можно конечно сказать это словом не важно дальше что а дальше ничего и карта не то да и тебе поменяли да и ты плохо и прочитал не посмотрел что у тебя этот кусочек по пересеченной местности и зашел ты на этот путь зашел на этот путь ты хотел пройти в акслан но случилось так что твой путь затянулся и затянулся он на долгие часы да ты пришел конечно пришел такой но ты не увидел в акслане своем ни одного из тех кто кого-то знал потому что это был них слава николаевск на море и пришел николаевск на море ну ты прошел дошел но ты узнал этот путь ты его прошел конкретно знала ты его не прошел ты прошел этот путь теперь тебе до конца дней уже не найти тех с кем ты виделся встречался с кем ты общаешься сейчас с кем придешь сейчас по дороге тебя с ним больше никогда не встретиться ты видишь их каждый день ты с ними больше никогда не встретишься они уже не те и ты не тот ты прошел путь это такая сказочка из творчества карлоса кастанеды переведенная с институтом таким американским укла с одного языка на другое но с языка оригинала да на котором писал карлос и потом значит на русский двойной перевод потерпел и то что мы убитали то что мы поняли это можно понять собственно уже приблизившись к возрасту самому хуана в общем-то о котором говорил говорил кастанеда писал но дело в том что у хуана от возраста как кого-то и не было и времени для него не существовало чем у себя ограничили этими оковами этим вообще вот таким как это сказать то почему у себя ограничили временем расстоянием ограничили себя вообще своим своей страной понятно страной ограничили себя своим я молчу вообще там о том что ограничили себя планетой ладно там можно за сумасшедшего сойти да а если сказать что ограничили себя своим собственным телом тут можно за какого-то сектанта сектанта сойти да а где в чем сектантство заключается определение сектанта кто-нибудь знает ну давайте посмотрите по определению есть у нас единственная в россии может быть в мире профессор по секта ведения так же как у нас и есть единственный наверное в мире настоящий рассолок авдеев давненько кстати он не слышал поэтому ограничения они на нас в общем-то с детства как душа пришла в теле и суждено было родиться суждено предписано факумом родиться в теле все начались ограничения а до этого были какие-то ограничения это бессомненно любая система имеет какие-то рамки вот так нас учил вот эта физика когда я дошел там до в школе ищет постулатом там нельсов бора да это самое до законов термодинамики я понял что мы в таких рамках жутких эти в этих рамках предстоит биться вообще всю жизнь дальнейшую это случилось когда я готовился к экзамену по физике по физике заканчивая неполное среднее 9 лет 11 школа и вот тогда я всю физику это можно сказать хорошо так в голову себе загрузил активно как прям сидел с учебниками суток трое прям называется мозговой штурм или еще погружение у них популярный термин достаточно и вот я эту физику все учебники школьные тринс за три дня и понимаю что это рамки в которые нас загнали как как на школьную скамью под предводительства ну можно сказать ну как сказать тупых там баб там ну как тупых но учителя наши да надо тому поклоняться да да мне не зачем поклоняться твою дивизию и вот они вот вгоняли нас в рамки возвеличивали тупость интеллект загоняли под партой куда-то там я не знаю ну под партой не загоняли конечно интеллект просто они заваливали своими вот этими рамками вот этими своими не не знаю как бы сейчас сказала бы зам главы района по соц вопросам света еремина как бы она сказала хотелками своими нас прогружали ну вот она они нас прогрузили своими хотелками но физику я сдавать отказался вместо физики взял что-то полегче взял ну что у меня был физика и русский русский я оставил в плане того что но это за 9 лет в общем-то школы проходят за 8 до 8 лет проходит полностью русский язык там все правила там сидела там там конкретно там вообще учебник розинталь а мне помогало обучение достаточно достаточно серьезный такой был подход у меня тоже я весь короче весь и все правила все гарматика русского языка уложил учебник не как розинталь а в тетрадку конспектом что-то 18 листов и остальная тетрадка была полна 36 листов на другие 36 листов я уместил всю геометрию классическую ну и короче говоря вместо физики я геометрию взял физика у меня где-то на 36 листиков как раз она ушла я понял что я думаю если бы я продолжал я бы тогда может быть открыл бы такой интересный двигатель потому что у меня мозги тогда были на подъеме я тогда еще не верил что его сделать нельзя ну а сейчас рамки убеждают на что сделать его нельзя и вообще высшей скорости летать нельзя и вообще человек такое существо которое коптит которые вообще вопреки всем законам физики и вообще короче говоря учат нас непонятно такому чему что мы здесь ну как бы вот этим догмам подчиняясь этим законам мы здесь в этих рамках вот на в этих телах да мы здесь да на всю жизнь до самой смерти вот нас и и нас будут лечить 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 всю жизнь лечить 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 и все мы умрем абсолютно здоровыми вот ну за исключением тех кто умер раньше чем ему там отмерено медициной потому что здесь никак не здоровьем здесь мерит медицина пришел спросил там да у меня болит да у тебя болит на вот эти таблетки пьешь 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 вот болит ой не те таблетки пил давай то пить ну и продолжается это рассматривание человека в виде в виде органов ограниченных банкой которые органы плавают в физрастворе ну такая вот глупость получается в общем-то и силу этого и кто скажет что нас не закрыли в рамках как нет а по физике надо экскурс делать на это долго я даже сам сейчас наверно мало мало что вести к заключению своих детских вспомню даже в детстве было а потом я еще имел некоторый опыт в течение пяти лет работал инженером физика и там продолжил свое наступление на физику потому что она потребовалась не поработать в тех рамках которых не надо было знать конечно я и узнал достаточно но стал продвигаться дальше и понял в общем то понял что да даже на уровне мне надо даже термодинамики вот там достаточно достаточно пройти курс панематики до 4 класса и собственно говоря начать изучать там ну давайте оптику оптику возьмем и погнали да вот это да начнутся неопределенности хотя оптика в общем-то она достоверная наука ну потом пойдем на электричество понятнее будет все меньше сама суть того что мы не знаем до конца что такое электричество никакого определения нет что это поток направленный поток электронов это все херня полная какие там электроны какой там поток вот сами собственно ученые расписались в этом своем невидении ну и собственно говоря я по инерции конечно делал свою работу работа необходима как и говорил да чтоб питать носитель свой телесный скафандр который пополните тебя носят поддерживая помогает набираться опыта коммутировать там с другими людьми такими же скафандрами порой иногда что-нибудь еще добавить вместе в этот мир может возможно лишнее возможно именно этого в нем и не хватает